Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью с вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в доме у члена Союза писателей России, народного поэта России, заслуженного деятеля культуры Российской Федерации, руководителя литературного объединения Звенигорье. Здравствуйте, Георгий Петрович! Добрый день! Я рад вас снова приветствовать, Машенька, и поздравить с этим и вас, в вашем лице всех женщин, которые будут смотреть интервью ваше с прошедшим, пускай уже. Ну, не бывает. Мне кажется, у женщин прошедших праздников не бывает. Мне кажется, что праздники... С праздником весны красоты! Ну, а праздник у женщин должен быть всегда. Это мое глубокое убеждение. Но если у меня не получилось в жизни каждый день женщинам делать праздник, ну, не в этом моя только вина. Правда. Спасибо. Георгий Петрович, но прежде чем мы приступим к основной теме нашего сегодняшнего выпуска, конечно же, хотелось бы в вашем исполнении несколько прекрасных строк нашим прекрасным телезрительницам. Ну, спасибо. Тогда, если вы разрешите, я возьму книжку, одна из предпоследних моих, я надеюсь, книг. Называется она «Серьезно, мы не очень». Вот здесь есть раздел, посвященный моей дорогой супруге, моей любимой жене, музе моей, детскому писателю, известному в России, Людмиле Семеновой. Можно я прочитаю стихи? Это стихи написаны к портрету Ласт, то есть Людмилы Александровны Семеновой. Римский профиль и русые локоны. Вот природы достойный шедевр. Ты из доброй материи соткана, ты мой самый чувственный нерв. Воля к жизни, динамика грации, дивный голос, ласкающий слух, гордость нашей негнущейся нации, закаленный трудами дух, рук твоих неизбывная нежность и шальная улыбка в глазах. Я пленен, ты моя неизбежность в наших труднодоступных мирах. Спасибо. Вот этими стеками я хочу еще раз обратиться ко всем другим. Любите своих близких, любите женщин. Они нам приносят только радость, если мы к ним будем хорошо относиться. Но не всегда, я понимаю, получается. Мужчины очень, народ занят, это добытчики. Они все время как бы на охоте, все время на охоте за... Мамонта убивают. Да, мамонта убивают, правильно. Но все-таки при каждом удобном случае мы должны делать все для того, чтобы женщинам строить хороший быт, сделать приятное что-то, хотя бы один раз в течение дня, сказать нежное слово, за что-то поблагодарить и не забывать говорить, пожалуйста, как учит меня моя жена. Спасибо, Георгий Петрович, за теплые слова. Мы встречались в этом доме прошлым летом, когда прошла презентация второго альманаха, посвященного 75-летию Великой Отечественной войны. Конечно же, 20-й год был очень сложным для всех нас. Пандемия, коронавирус. Но, несмотря на это, альманах вышел в свет, была презентация, много об этом рассказывали, читали стихи. Осень и зима не прошли даром. Вы все это время трудились. Находясь на самоизоляции, продолжали трудиться и работать над третьим альманахом литературного объединения «Звенигорье». Я знаю, что работы уже практически завершены. Хотелось бы поговорить о том, какие стихи, какие авторы войдут в новый сборник и вообще об этой работе колоссальной. Я вам очень благодарен за вопрос. Но очень главное, что вы сказали, важное, что вот та изоляция и то состояние, в котором мы находились, почти все наши авторы и наша семья, мы переболели вот этой вот болезнью, в частности, в декабре. И вот это все наше общее состояние мы старались поддерживать, просто друг с другом говорили по телефону, общались. Читали стихи. Читали стихи. И даже песни пели. Но дело не в этом, что если бы не эта работа над этим третьим альманахом, который мы задумали, так как говорят, что Бог Троицу любит, я в это верю. И если бы не вот эта идея сделать этот третий альманах и сама работа, она просто подвигла нас и нам помогала. Она помогала пережить все это тяжелое время. Я вас уверяю, что если бы не эта работа, можно было бы, конечно, читать книги, смотреть телевизор, массу всего. И это тоже можно. И это тоже помогает. Но главное, что у тебя есть цель. Есть какая-то вот цель, которая ты знаешь, что ты можешь что-то сделать еще для человека другого. Что-то чем-то, кого-то порадовать. Кому-то что-то объяснить, с кем-то чем-то поделиться. А у нас коллектив большой. Тем более у нас сейчас еще добавились люди, прибавились за этот год. После того, как вышли наши два первых альманаха, мы стали, так сказать, более известны. О нашем объединении больше стало известно народу. И сейчас у нас люди пришли к нам, еще новые люди. Пришли даже и дети приходят уже. Сейчас уже у нас в новом альманахе будет отдел, как он и был у нас, детский раздел. Но главное, что я хочу подчеркнуть, что вот этот альманах, мы так коллективно решили, будет посвящен женщинам нашей Родины. Он так и называется. Посвящен женщинам нашей Родины. То есть, женщины, это прославляем мы в наших стихах, в наших рассказах. Ну, у нас в этом практически, да, несколько там есть эссе, несколько коротких рассказов. О женщинах, известных в нашей стране, но не обо всех. Ну, о некоторых мы выделили для себя, мы представим их в альманахе. Но еще самое интересное то, что вот посвящение женщинам, это будет у нас такой раздел. Тем вот женщинам известным, которые, так сказать, им стихи написаны, или мы о них просто скажем. И расскажут о них те, которым это было поручено рассказать. А, кроме того, будут стихи известных поэтов о женщинах. И, конечно же, будут стихи наших поэтов, нашего литобеденения. Расскажите о составе участников. Ну, и сейчас я только два слова скажу, что, так как нам в прошлом году присвоено нашему объединению звание академического, то есть, это Академия международная имени Пушкина нам присвоила звание наше молитву академическое, и имя Константина Михайловича Симонова. Вот в связи с этим у нас определенная часть нашего альманаха, начальная часть, будет посвящена биографии Константина Симонова. Вот. И очень интересны его стихи. Мы будем читать эти стихи, потом запишем аудио на презентации, когда мы так мыслим, что будет презентация. Все-таки мы надеемся, что нам помогут издать альманах. Нам наш отдел культуры нашего Одинцовского округа обещал помочь в издании нашего третьего альманаха. У нас уже готово, я его показывал руководству, проект наше оформление этого альманаха. Вот. Он в том же стиле выдержан, как и наши первые два альманаха. Ну, конечно, отличается в связи с его наполненностью, вот, содержанием другого, другого содержания. Вот так, как я говорил, он посвящен женщинам. Вот. Люди, конечно, вот что особенно хочется отметить, что это было пожелание, наше совместное решение с отделом культуры округа нашего, чтобы в этот альманах мы привлекли поэтов других наших клубов и объединений нашего округа. Давайте сразу скажем, Георгий Петрович, что с легкой руки Ирины Евгеньевны Ватруниной вы стали куратором и объединили все литобъединения, которые находятся на территории муниципалитета. Да, она очень поддержала вот эту идею, она сама ее, так сказать, проповедовала, эту идею. Вот. Мы ее с удовольствием поддержали, но я очень сожалею, что нам только человек 15 прислали свои произведения. Вот. Хотя я думал, что это будет гораздо больше. Мне кажется, это только начало. Ну, может быть, только начало, но... Ну, а потом, Георгий Петрович, была пандемия, и действительно, вот как вы правильно в самом начале сказали, что всем было очень тяжело, и были причины объективные. Но я вам должен сказать, что я практически всех, кто прислали, вот наших где-то 40 с лишним человек, 45, по-моему, и человек 15, и около 20, вот остальных, там Парнас, Резонанс и другие клубы, 12 стульев, Кубинский клуб. Вот. Все, что прошли через меня, все эти стихи, все эти произведения, мне их привозили. У нас работа идет так. Наш поэт Новик, он работает машина, такси, и он на общественных началах, вот так, как мы все работаем, вот он привозит и отвозит материалы. Поскольку мы в заточении находились, он привозит мне после обработки материалу, после редакции, снова отвозит, там их Татьяне Васильевне, нашему поэту, она мой большой помощник, вот, и там продолжается дальше работа. Ну, вот, я вам хочу сказать, что с каждым поэтом, которые ко мне, то есть, поступили к нам вот от разных объединений, коллективов, то с каждым поэтом я разговаривал по телефону, долго обсуждали, или с некоторыми не долго, а с некоторыми приходилось очень долго, поскольку они были согласны, допустим, с какими-то замечаниями, или там с тем, чтобы заменить какие-то вещи на какое-то, может, другое произведение, так что у нас тематика определенная этого альманаха. В итоге мы со всеми находили согласие, компромиссы, и все у нас прошло гладко. Ну, и, естественно, не только, и с нашими со всеми, с нашими членами ЛИТО, тоже так же была работа, с каждым был разговор по телефону, было принято решение, так, чтобы никто потом не предъявлял к нам никаких обид, претензий, что что-то такое не было заранее оговорено. Ну, можно сказать, что практически работа велась в круглосуточном режиме, потому что я знаю, что вы, конечно же, несмотря на какие-то моменты, стараетесь быть постоянно на связи, стараетесь максимально быстро работать с текстами, работать с авторами, пропускаете каждое произведение через себя, но все-таки, Георгий Петрович, ваше мнение, какие стихи? Вот в этот раз, вот в этом альманахе, в чем их уникальность? Да. Уникальность – это, вот вы понимаете, что вот в тех предыдущих альманахах многие наши авторы уже непременно писали о женщинах, ну, вот и писали о войне, о тех трудностях, которые… Вот вы практически, вы понимаете, что страна выиграла войну только потому, что женщины стояли за станками, и дети стояли за станками, и работали у плавильных печей, работали на заводах, в поле. Женщины, они были нашим настоящим твердым, таким железным, надежным тылом, и не писать о них было нельзя в том альманахе, который был раньше у нас. О них было тоже много написано. А у нас принцип был сейчас такой, что вот как бы не повторяться, не повторять того, что было в предыдущих альманахах. Но все-таки мы решили, что некоторые стихотворения из тех, мы обязаны просто включить в этот альманах, повторить. Потому что говорить о героике нашей страны, героических женщинах, об их подвигах, вот, мы постарались вот такую тематику выдержать. И не забыть тех женщин, которые вот воевали, которые трудились в тылу, которые были, восстанавливали потом страну, вот. А поскольку я человек, как говорят, дитя войны, то я все хорошо помню, начиная с детского дома, какие женщины нас воспитывали, как они нас старались спасти, и как они потом помогали нам учить, выучивали нас. И мы всегда им были вот благодарны, потому что рядом с нами были женщины. Мужчины все были где? Воевали? Или где-то трудились? Где-то? Вот. Так что мы вот старались, чтобы в этом альманахе, вот, как вы говорите, ну, вы вопрос задали, я его помню. Вот. Говорить сейчас, мы стараемся, чтобы просто стихи были действительно хорошо, в литературном, выдержаны хорошо в литературном плане, вот. Чтобы не было, там, повторов, чтобы не было, так сказать, каких-то, ну, оборотов. Ну, вы понимаете, редакция есть редакция, но главное, что вот дух этих, этих работ, которые были присланы, дух у всех у них очень патриотичный. Стихи очень хорошо, так сказать, очень грамотный народ в этом году, очень хорошо прислали, вот, все, кто прислали свои стихи, вот, и были стихи очень грамотные, хорошо написаны, с хорошим стилем. Поэтому в этом альманахе будет не только вот о женщинах, но как о таковых, о их подвигах. Нет, там будет и о чувствах, о любви, о матерях, о собственных переживаниях каждого в его, то, что происходило у него в его личной жизни. Конечно, будут стихи о Великой Отечественной войне, о наших победах. Это тоже перешло из тех альманахов, но уже не стихи перешли, а тема перешла. Вот. Конечно, остается детский раздел у нас, стихи детям, очень хороший будет раздел. Я тоже, поскольку я могу говорить, что это я уже все прочитал и все уже передал в набор. На какой вот, кстати, сейчас стадии находится альманах? Сейчас мы уже, сейчас будем формировать макет. Макет альманаха. То есть, практически у нас остались какие-то небольшие исправления, там, в текстах, которые были замечания. Мне осталось написать, как закончить о Симонове и передовую статью от издателя, как я ее называю, от издателя. Вот. Я за нее пока еще не сел, но уже я знаю, она у меня уже сформировалась в моем сознании. Я знаю, что написать. Поскольку произошли изменения после нашего разговора с собранием, которое провел наш руководитель округа Иванов, тогда присутствию всех деятелей культуры нашего округа. И Ирина Евгеньевна, она взяла под свой контроль вот эту работу. Она постоянно интересуется, в каком состоянии дела. И она загорелась вот так, что вы продолжаете, продолжаете эту работу. Это очень важно. Георгий Петрович, какой срок вы ставите себе завершение альманаха, и когда читатели смогут взять в руки эту книгу? Ну, если все как мы задумали, я думаю, что в течение ближайшего месяца мы закончим с макетом, отработаем его полностью. Он будет готов его передать в типографию. Ближайшие, может быть, полмесяца, месяца, 20 дней там. А затем уже типография. Там это дело, если будут деньги, будет договор с типографией, тогда там уже недолго, там две недели. Обычно наша типография, которую мы издавали раньше, они идут нам навстречу. Вот. И стараются, конечно, сделать все как нужно. Я вот тогда считаю, что мы, как всегда, превращиваем все предыдущие. Да. Мы хотели, чтобы опять-таки к 9 мая это вышло. Мы постараемся. Ну, чтобы нам ничего никто не помешал. Но мы будем, с нашей стороны, мы будем стараться сделать все для этого. Георгий Петрович, ну, я знаю, что помимо альманаха у вас есть еще одна очень интересная идея. И сразу после выхода в свет третьего альманаха литературного объединения «Звенегорье» вы приступите к работе над новой книгой, над новым проектом. Ну, вот видите, я вам рассказывал… Я знаю, что он у вас, даже под рукой лежит сборник. Я вам рассказывал по секрету перед нашим интервью. Но, коль скоро вы затонули, ну, что тут уже никакого секрета теперь не будет. Ну, давайте немножко приоткроем завесу. Да, завесу откроем. Значит, у меня есть книга в моей библиотеке, называется «Я. Связь миров». Вот я ее недавно вытащил с полки, снял ее с полки. И еще раз, я люблю ее периодически добывать, брать и просматривать. Здесь интереснейший сборник поэтов XIX века, то есть, современников Пушкина, Вермонтова. Вот начиная с начала XIX века и до конца, начало XX. Вот. Поэты, которые мало кому известны были. Времена менялись, они уходили где-то на второй план, но они оставались не менее значимыми, не менее известными. То есть, которых тогда, в то время, их современники любили не меньше, вот, чем Пушкина и Лермонтова. И которые дружили, кстати, многие из них с Лермонтовым и с Пушкиным, и с Тютчевым, вот, и с Жуковским. Ну, если брать разные времена того времени. Ну, мне очень хочется, как вы говорите, об идее, чтобы мы после выпуска нашего третьего альманаха сделали бы открытый конкурс поэтический. И отобрали бы на этом конкурсе лучшие произведения из этих трех альманахов. А мы в XXI веке. И мы не претендуем на всех поэтов в России. Здесь собраны поэты только российские, вот в этом сборнике. Но мы хотим, чтобы... Собрать окруженных поэтов. После того, как будет произведен конкурс, будет произведен отбор, то лучших поэтов эти стихи собрать вот в таком вот сборнике, похожем на этот сборник. И, то есть, это будут поэты нашего времени, которые, может быть, останутся потом в истории, и о них тоже кто-то будет знать. Может быть, они не станут великими, очень известными. Но мы помогли им вот этим самым отбором, помогаем, я считаю, вот если они войдут в этот сборник, тем, кто по конкурсу пройдет. И таким образом останется в памяти вот из этих трех альманахов, это альманахи все их, может, они будут тоже в библиотеках, они и сейчас есть в библиотеках наших. Но, может быть, потом появится вот такая книжечка, вот, которой будут радоваться их уже дети, внуки, что вот мой дедушка или папа, отец или мама, вот они были лучшими поэтами 21 века. Вот рядом с какими-то другими великими, значимыми поэтами нашего времени. Что они тоже творили, они тоже жили этим, они духовно развивались, они приносили какое-то общество, какой-то интерес и пользу. Я думаю, что вот такой проект, если, как я всегда говорю, как если доживем, если позволит здоровье, я думаю, что меня поддержит. Тогда будет он называться, наверное, «Мы тоже связь миров». Мы тоже. Тут я связь миров. Мы будем сказать «Мы тоже связь миров». Ну, и мы особенно не замахиваемся на большую, так сказать, известность и какие-то награждения за это. Нет. Мы просто хотим, чтобы осталась память вот о тех талантливых, между прочим, многих талантливых наших поэтах. А таких у нас все-таки все больше и больше. Моисеева, Александра Моисеева. У нас Глазковы. Когда-то брали интервью у Александра Глазкова. Вот, в частности, вот я говорю о них. Ну, и вот, конечно, есть поэты уже из тех, которые есть в Парнасе, в Резонансе, которые прислали нам из других мест. Ну, по какой-то причине они вот по одному-два стихотворения прислали, а я очень сожалею. Потому что я бывал у них на вечерах и в Одинцово, и в Успенском. Вот. Там были хорошие поэты, хорошие стихи. Ну, несмотря на многократные напоминания Людмилы Васильевны нашей библиотеки, она им давала телеграммы, звонила по телефону, но, к сожалению, не совсем, не очень активно проявили они небольшую активность. Но все-таки то, что прислали, стихи есть там хорошие. Есть хорошие стихи, есть, ну, как всегда, есть что-то посредственное, но все равно, так сказать, заслуживают внимания, чтобы быть напечатанным. Я не беру на себя, не имею права, но они мне доверили это. Я им всегда говорю, вы мне доверили? Вот давайте со мной говорить, мое мнение. Если вы с ним не согласны, моей оценкой, я не обижусь, пожалуйста, идите к другим, к авторитетам, к любым писателям, к поэтам. Пусть с вами поработают, пусть они прочитают ваши стихи. Они скажут вам об этом. Кто-то ваши товарищи, может быть. Так что обид нет. Я с этого всегда начинаю разговор. Георгий Петрович, ну, конечно же, мы будем все с нетерпением ждать выхода в свет третьего альманаха литературного объединения Звенигорье. А в завершении нашего сегодняшнего интервью я не могу вас отпустить без стихов. Я прочитаю из этой книжечки стихи Алексея Константиновича Толстого. Коль любить, так безрассудку, Коль грозить, так не на шутку, Коль ругнуть, так сгоряча, Коль рубнуть, так уж с плеча, Коль и спорить, так уж смело, Коль карать, так уж за дело, Коль простить, так всей душой, Коль и пир, так пир горой. Прекрасные стихи. Спасибо. Ну, конечно же, что-то хотелось бы ваше, Георгий Петрович. Два коротких стихотворения прочтут. Они потому что друг друга дополняют. Коварству женщин нет предела. Тема у нас такая. А вход в капкан всегда открыт. И род мужской шагает смело, Считает он, что фаворит, Но разум потерявший муж Разрушить тот капкан не дюшь. Ему внушали, что любим, И чувств поток необратим, Когда сорвешь замок капкана, Болит и кровоточит рана, Но сердца залечив рубцы, Любви плетем опять венцы. Любовь, как голь, На выдумке хитра, То гнезда бьет, То разоряет. Да, не бывает худо без добра, Коварство и любовь друг друга не теряют. Осмысливать не стоит, Замкнут круг. Орбиты нам прописаны от века, А все орбиты собраны из дуг, Но дуги гнет любовь Земного человека. Ищи любовь, Не думай о коварстве, Она услышит твой сердечный зов. Блажен, кто верует в безоблачное царство, И не беда, Коль наломаешь дробь. Спасибо большое. Спасибо, Георгий Петрович, За чудесное интервью, За прекрасные стихи. Еще раз повторюсь, Ждем с нетерпения выхода в свет Третьего альманаха Литературного объединения Звенигория. Спасибо вам, Вы смотрели специальное интервью, Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Продолжение следует...